В Пятигорске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России». Участие в нем принимают более 300 человек. 18 из них представители Северной Осетии. За два дня конкурсанты должны показать свои лидерские качества. В программе мастер-классы и аналитические деловые игры. В Пятигорске находится наша съемочная группа. Затем, как проходил первый день конкурса, наблюдала Галина Григорян. Главное не победа, а участие. Девиз явно не про них. Молодые, амбициозные, опытные управленцы собрались здесь. На полуфинале в Пятигорске на звании «Лидера России» на Северном Кавказе претендовали более 8 тысяч человек. До полуфинала дошли 263, среди них 18 представителей Северной Осетии. Один из самых молодых управленцев Артур Хамецов, ему 25, работает в сфере аналитики. Говорит, главное для удачного участия в конкурсе в любой ситуации оставаться самим собой. Я вот такой. Люблю много говорить и делать какую-нибудь аналитику. Если ты играешь другую роль, это видно, и ты не пройдешь дальше. Самое сложное, наверное, надо оставить себя приехать сюда и получить возможность отказа, может быть, от финала. Потому что у людей есть высокая самооценка, и когда ты просто не пытаешься ее подтвердить или опровергнуть, это плохо. Тут ты просто сталкиваешься людьми, которые могут тебя победить. Это круто. Руслан Цагараев участвует уже в третий раз. Рассказывает, цель есть и пока не станет победителем, не остановится. Я вообще не люблю останавливаться на полпути. Я люблю ставить результат, достигать цели. Первый раз, когда участвовал, то на предварительном этапе остановился, второй раз в полуфинале. Ну, сейчас работаю над тем, чтобы выйти в финал, стать победителем. Я думаю, что все возможно, и поэтому я сейчас здесь. Здесь перед управленцами стоит главная задача – показать, на что способны. Сейчас проходит один из самых сложных, но основных этапов работы в команде здесь шумно. Участники постоянно спорят и обсуждают возможности решения поставленных задач, например, спасти предприятия от банкротства или привлечь инвесторов. За всеми решениями следят специалисты и вставляют баллы. Конкурс проводят по поручению Владимира Путина. Это флагманский проект президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Первый день – торжественное открытие. С напутственными словами к участникам обращается заместитель полпреда президента России в СКФО Сергей Стариков. Смотрите не только на сцену, смотрите не только на наставников, смотрите вокруг. Я имею в виду, общайтесь друг с другом, знакомьтесь поближе, потому что через какое-то время вы будете друг другу писать официальные письма и всегда будете представлять, что вы пишете не автаркному человеку, а конкретному товарищу, который с вами сел за этим столом, который с вами работал в рабочей группе. И вы звонить будете не автаркному чиновнику или коллеге бизнесменов, а еще кому-то, а человек, который с вами был рядом в течение нескольких дней. Цель конкурса – увеличить количество профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, экономике, науке, на производстве. Я думаю, самые успешные будут те, кто участвует в конкурсе не для того, чтобы получить новые должности, а для того, чтобы победить в этом конкурсе. Потому что победа в этом конкурсе гораздо важнее, чем должность. Должности приходят и уходят, а проблема в лидерах России остается. Остается навсегда. Конкурс будет проходить два дня. Завтра последний этап выполнения заданий станет известно, кто отправится на суперфинал в Сочи. Финалисты получат образовательные гранты – миллион рублей. Средства они смогут потратить только на свое образование и профессиональную квалификацию. Галина Григоряна, Лансуанов, Новости Осетии. Редактор субтитров А.Семкин